Гостям показали, в каких условиях живут представители редкого вида кошачьих. Продемонстрировали также систему видеонаблюдения, благодаря которой специалисты 24 часа в сутки могут наблюдать за животными. Именно с помощью камер сотрудники и узнали о пополнении в семьях леопардов. Самки не пускают никого в вольер к новорожденным детёнышам. Появление котят в центре считают гигантским шагом в реинтродукции переднеазиатского леопарда. В восторге и гости. Я приезжаю в Сочи на протяжении многих лет, и прогресс необычайный. Сначала было два леопарда, потом четыре, а сейчас уже пять котят. Это большой успех и великое наследие игр. Мы можем много говорить о тоннелях, дорогах, ледовых дворцах, но есть и другое наследие. Спустя 80 лет леопарды возрождаются. Это самое прекрасное наследие игр в Сочи. Чрезвычайно важно, ещё раз хочу подчеркнуть, значение всей экологической программы, которая была реализована за все эти годы. И сохранение кавказских леопардов – это только такой очень-очень маленький элемент этой экологической программы, но он очень символичный. Ещё раз хочу напомнить, что в результате реализации всех мероприятий здесь намного стал чище воздух, намного стал чище море. Это самое главное достижение, которым пользуются миллионы российских граждан и сами сочинцы. Также Дмитрий Казак и Жан-Клод Келе осмотрели трассу для гонок Гран-при «Формула-1». Уже уложено трёхслойное покрытие. А на том месте, где сейчас фотографируются туристы, скоро возведут трибуны для зрителей. Вице-премьер в заключении отметил все работы на контроле. У нас никаких опасений, что есть какие-то проблемы, что будут сорваны сроки подготовки инфраструктуры для «Формулы-1» или организационной проблемы. Билетная программа реализуется успешно, мероприятие пользуется большим спросом, большой популярностью.